Пришло время обновить самую недорогую, самую отличную буржуйку от компании Теплосталь. И вот она. Помимо нее, она же. Две печи, хозяюшка, и такие же бюджетные, но намного лучше, чем их предшественница. Давайте разберемся. Разберемся сегодня в том, чем эти печи лучше, чем эта печь. А также посмотрим полностью технический обзор. Ролик будет интересен тем, кто хочет бюджетно отопить помещение, дачу, гараж. А также тем, кто варит сам себе печи. Сразу же анонсирую, что эти печи может любой мастер, умеющий работать с варочным аппаратом, сварить себе сам из комплекта. Сегодня будем брать рулетки, поджигать, тепловизором смотреть. Короче, понеслось. С тобой Анатолий Жарпарком и представитель компании Теплосталь Данил. И начнем сразу же разбираться, что есть общее у этих печей. Смотрим сверху. Здесь варочная поверхность, здесь варочная поверхность. Они одинаковы. Здесь 115-й диаметр, и здесь 115-й. Это отлично, потому что стоимость отопления увеличивается, если диаметр печи 130 или 150. Стоимость дымохода просто намного дороже становится здесь. Самый бюджетный дымоход будет стоять. Теперь ищем разницу. Сразу же сверху. Смотрите, здесь миллиметровка приварена к трешке. П-образная такая вот миллиметровка. Здесь же использована двушка и уже буковка О. Стандартный профиль. Откроем любую печку и посмотрим, что же это за конструкция. Это же балерианоподобность. Ну, типа того. Теперь про топки. Вы уже видите, размеры хозяюшки намного больше, чем размеры обычной буржуйки. Сдача воздуха на колосник одинакова. Здесь прорези, и здесь прорези. Здесь зольный ящик, и здесь зольный ящик. Зольный ящик короткий. Точно такой же. Но почему? Потому что такой конструктив. Ящик для золы короткий. Что здесь, что здесь. Но у этой печи дожигатель один. Вон он. Реализован он следующим образом. Одна из панелек заглушена. Воздух заходит сюда и попадает в топку. У печей хозяюшка. Другие дожигатели, их больше. Посмотрите на бока. Раз дожигатель, два дожигатель. И еще вот здесь дожигатель. И вот здесь дожигатель. Как это реализовано? Внимание на ножки. Видите, у каждой ножки есть отверстие. Что с этой стороны. Что с этой стороны. По каждой ножке естественной тягой засасывается воздух. Попадает внутрь топки с четырех сторон. Раз, два, три, четыре. Притом, попадает он именно на пламя. Не в верхнюю часть, как реализовано здесь. Вон, видите, вверху. А по центру. То получаем в итоге. В итоге мы получаем, что количество подаваемого воздуха на дрова здесь больше. И топка больше. А значит, дров вот сюда влезает больше, чем вот сюда. И высота топки больше. А значит, пламя нагревает. Нет, не здесь. А вот здесь вот поверхность лучше. Что толщина? Здесь шестерка. Здесь шестерка. И здесь шестерка. Но есть еще очень важная особенность. Особенность в том, что площадь теплосъема здесь в два раза больше. Сам сравни. Боковые части, и ты все сам и видишь. А также, если мы сравним заднюю часть печей. То есть, здесь высота пламени больше. Больше влезает дров. Больше попадает кислорода, чем вот в эту печь. А теперь берем рулетку и замеряем. А что вот это вот такое, ты узнаешь в самом конце ролика. Меряем глубину. Глубина 35 сантиметров. Глубина 40. Сколько, маэстро? 23. Так. А здесь? 30. Почти. Если мы говорим про дрова, какие влезают, 29. Будем точны. Теперь про высоту. Смотрите. от потолка до пола здесь 24 с половиной. Но там отбойник, он еще съедает, как вы видите, 7 сантиметров. Козяюшки, отбойник пламени отъедает 8 сантиметров. Соответственно, высота топки 38 сантиметров. Вот считаем, отбойник 30 сантиметров. Ну, почувствовали разницу между печами. Теперь поговорим о дверцах. Значит, здесь дверца реализована просто листом железа без стекла на двух петлях, который закрывается надежно. Здесь то же самое железо, лист, ну, конечно, дверца больше, которая реализована вот с такими загибами. Вот сюда вот вставляется. и также даже еще более плотно закрывается. Но здесь есть стеклышко, здесь нет стеклышко. Здесь ты можешь смотреть на пламя и управлять поддачей дров, когда они закончатся, а здесь нет. Как реализована посадка стекла? Так как стеклышко небольшое. А где наша рулетка? Вот наша рулетка. Стекло здесь 14 сантиметров. Видимая часть. Сейчас померяем. 11 сантиметров. Посмотрим следующую печь. Здесь, кстати, тоже точечное крепление. Так же, как и здесь точечное крепление. Но так как стеклышки маленькие, то есть это маленькое, это небольшое, это допустимо. Смотрим. Видимую часть. 20. красота. Говорим немножко о длительности горения. Это просто буржуйка. Объем дров здесь в два раза меньше, чем вот здесь. Здесь поболее будет. Соответственно, на длительность горения влияет количество дров, их сырость, в общем-то, сколько ты можешь забить. Сюда ты можешь забить меньше, сюда больше, значит, это будет подольше гореть. Дальше. Также на длительность горения влияет подсос воздуха. Реализация подсоса воздуха откуда идет у нас? Правильно, из дожигателей, здесь один, здесь четыре, на всю топку, а также на зольный ящик. Зольные ящики везде сделаны без шнура герметичного, который позволяет герметично закрыть зольный ящик, а это говорит о том, что щель всегда есть, что в том случае, что в ином случае, и даже при плотно закрытом зольном ящике тяга будет всегда, и это один из плюсов конструкции, потому что угореть достаточно тяжело, что здесь, что здесь, потому что всегда есть возможность поступления кислорода, а значит возможность горения, а не дымления обратно. Значит, идем еще дальше и смотрим вот на какие вещи. Вот здесь дверца вплотную закрывается, здесь даже когда дверца закрыта вплотную, есть щель, то есть когда дымоход правильно установлен, высокий, подсос воздуха в этой части будет всегда. В этом случае стандартная дверца, которая также имеет небольшие щели. только в данном случае щель намного тоньше, она идет по всему периметру, у кого такие дверцы есть, все про них знают, про эти дверцы, а в данном случае объем попадаемого воздуха через закрытую дверцу, я думаю, равнозначен, потому что вот отсюда засоса нету, там мешает зуб вот этот, да, но зато есть подсос воздуха вот с этой части, то есть равнозначно. кто-то может сказать, что печка будет дымить, к примеру, через эту щель, а вот это мы узнаем, потому что у нас одна печь присажена к дымоходу, а также выясним, дымит ли через варочную поверхность, все увидишь сегодня. Еще одна немаловажная вещь, это высота от пола до места, где проходит горение. Здесь вот сток, а вот если мы посмотрим на обычную буржуйку, то меньше ладошки. С точки зрения пожарной безопасности, конечно же, хозяюшка выигрывает, но обязательно печь требует любая подложки из кирпича или из плитки керамогранита, или из листа нержавейки, под которым проложен минирит, или какой-то другой негорючий материал полюбасу, но вот эта конструкция более совершенна. Теперь про боковые стены печей хозяюшка. Итак, эта хозяюшка называется камин, а это называется просто хозяюшка. Посмотрим площадь теплосъема. 50 45. А это значит, что каждая из этих плиток имеет ширину 20 и 50 сантиметров. Печка поставляется специально без плитки, чтобы ты мог самостоятельно из-за остатков плитки или поехать в ближайший магазин, где торгуют плиткой, купить 4 плитки под свой дизайн. Как купить 4 плитки задешево, дешевле, чем они продаются? Лайфхак лично от меня. В любом плиточном магазине есть всегда бой, то есть пачка бьется, а плитки остаются. Соответственно, пообщавшись с продавцом по-братски, братишка, есть у тебя 4 плитки. Ты буквально за пакет сока или вообще за бесплатно можешь взять все плитки. Я именно так и делал, когда мне нужна была плитка. Дальше, что еще в плитке есть интересного? конечно же, ее дизайн. То есть если у тебя обои светлые, ты можешь светлую плитку взять. Если они темные, возьми темные. Поехали дальше, разбираться в отличиях хозяюшки камин от обычной хозяюшки. Естественно, ее внешний вид. Хозяюшка камин комплектуется вот такими четырьмя раз, два, три, четыре. С крепками из нержавейки, просто полоски нержавейки, которые загнуты с полпальца. И приваренной уже направляющей раз и направляющей два. В обычной хозяюшке направляющая не приварена и нету соответственно четырех скрепок для того, чтобы держалась плитка. Компания Теплосталь выпускает печи с плиткой очень давно. Она не лопается, ей ничего не бывает. Можно, если ты готовишь чайник и трясущейся рукой пролил что-то на плитку, она не лопнет. Ее даже в банях используют для того, чтобы печной угол огородить. Какой плюс у плитки? Если здесь достаточно жесткое тепловое излучение, то керамика это тепловое излучение практически нивелирует. В общем, я бы выбрал, конечно же, с плиткой. Кто-то может спросить, а можно ли с плиткой, но чтобы за дверцу не переплачивать камину, а вот такую. Пока нельзя, что будет дальше, узнаешь. Узнаем про ручки, зачем они нужны. В обоих моделях они абсолютно одинаковы и нужны ни в коем случае, не для того, чтобы что-то легко воспламеняемое хранить, типа носков или сушить трусельдосы. Правила пожарной безопасности 38 сантиметров от края пламени. Никаких не должно быть легко воспламеняющихся и даже тяжело воспламеняющихся вещей. Но зачем они нужны? Нужны они первое, для того, чтобы ты мог печь перенести, если тебе понадобилось. Ну, к примеру, ты решил на зиму дачу свою законсервировать. Как ты знаешь, есть недобрые люди, которые ходят по дачам и все, что из железа воруют. Вот в такой комплектации, комбинации варианте ручек нету. Здесь взял, засунул в машину и, пожалуйста, во-вторых, печь можно и нужно использовать на природе, для того, чтобы готовить. Ты можешь выдернуть из дымохода, из дома, да, или из бытовки, да, откуда угодно. перенести на улицу, поставить сюда сковородку и готовить пищу. Кстати, ладно, открою вам секрет, зачем нужны вон те направляющие. Шампуры. Только этого не говорил, потому что ты это еще увидишь. Дальше, зачем еще нужны ручки? Когда ты готовишь пищу, у тебя есть поварешки всякие вот эти, да, то есть ты их можешь сюда просунуть сюда, сюда, чтобы они у тебя были наготове всегда. Во-вторых, у тебя увеличивается площадь. Площадь контакта с пламенем, конечно же, не увеличивается, но площадь для большой посудины увеличивается. То есть, если у тебя очень большая сковорода, ты ее ставишь одной частью на пламя и просто через какое-то время перекручиваешь ее, чтобы, ну, там, площадь как-то нагрева увеличить, естественно, сегодня мы все увидим. Вот зачем нужны ручки. Если ты нашел им другое применение, обязательно поделись с человечеством своим тайным знанием и расскажи, как ты их используешь. Но, повторю, ничего легкого спламеняемого нельзя ставить к печи. Даже если ты насобирал грибов или там яблочки решил посушить, не нужно на веревочке их сюда подвешивать. Ручки не для того сделаны. Если ты смотришь ютуб, и там бывает очень интересное видео, когда человек, я сам видел это видео вот с этой печью, берет просто в кирпич ее обкладывает и насыпает гору камней. и в каких-то походных условиях, ладно, там не походные условия, там лесные условия, делал баню. Просто тазик поставил, камней навалил, кирпичами обложил, и типа у него баня. Ну, не баня скорее, а что-то сауна. То если таким извращенным способом использовать и хозяюшку, то это допустимо и невозбранно. Если ты так уже сделал, обязательно сними видос и покажи, на что способна эта печь. Сматривая печь, я упустил еще один немаловажный факт. Посмотри, зуб отбойника пламени. Здесь он с ладошку, а здесь он с полторы, что намного лучше для температур, которые выходят в дымоход. Потому что чем жарче дымоход, тем больше вариантов воспламенения в подчердачном помещении, если ты неправильно смонтировал потолочно-проходной узел или стеновой узел. Так что эта печь с точки зрения пожарной безопасности поинтереснее, чем эта. Еще один момент, который я хочу уточнить, потому что я знаю, кто же меня смотрит, въедливые дотошные комментаторы. Касаемо тяги. Ну вот смотрите, я поджигаю зажигалку, ну как бы просто горит, да? Здесь вот в ножках маленькие отверстия, кто-то скажет и будет прав, что тяги-то нету, но объясним физику процесса, горит пламя, нагревается и здесь нагревается. И только когда нагреваются стенки, только тогда начинается тяга кислорода, который попадает внутрь топки. Только я хотел пойти поджигать уже печь, вроде я забыл про размеры вам сказать, поэтому даже если я сказал, уже еще раз замерим. Смотрите, высота хозяюшки 60 сантиметров, ее ширина по ручке 46 сантиметров, ее длина 44 если мы возьмем просто буржуйку то ее размеры 37 сантиметров высота 36 сантиметров и ширина по конвектора 30 сантиметров и еще раз общая по конструктиву это листы металла которые две троечки которые одна сварена с другой здесь тоже самое две троечки которые сварены одна с другой боковины здесь трешечка да которым конвектора приварена здесь боковина есть как булерианы то есть это двушечки которые сварены один с другим и человек который не очень разбирается в печах он может сказать что вот эта печь будет более долговечная я в этом усомнюсь и объясню почему потому что здесь во первых немножко заглушенное пламя а здесь пламя более яркое и самое высоконагруженное места это вот эти там где языки пламени касаются то есть вот эта вот часть то есть реально шестерочка это круто а вот боковые части допустимо сделать из двойки и стройки особо если печку ты переводишь в режим тления то есть для того чтобы она тебе дома отапливала а не быстро горела ну то есть если ты приехал на дачу ты конечно же ее хочешь максимально раскочегарить это правильно но дальше ты переводишь в режим тления так что еще хочу сказать перед тем как печку запалил ну что мне не нравится да это отсутствие наличия скосов но помните то что это супер бюджет самые недорогие печки в классе на 200 кубов вот это про это помни да вот и это правильно видишь даже на плитке тебе сэкономили чтобы ты достал бесплатно чтобы ты ее не вез из города где ее производят чтобы не переплачивал за вес и раз речь пошла про оплату послушаю важную информацию что представитель завода где купить на сайте теплосталь точка ком ссылка в описании там снизу еще скажу от себя пару слов значит смотрите печка сама по себе по конструктиву достаточно простая есть люди которые сами варят печи заводы так же ну вот то что я увидел толщину вот это вот все замерил ну это как бы я талян говорю все вообще отлично да ну кто-то может вместо двух листов троечки сделать один лист троечки да потом пойдут ой мы купили там а тут только троечка а не шестерочка короче ребят покупайте у официалов вот то что я видел то как бы вот говорю нужно ссылка на производителя снизу и если а я уверен они так и сделают на маркетплейсах будет продукция то есть там всякие валбери сазоны сбер доставка с дек логистика и прочее то ссылки я обязательно прикреплю даже может быть все сделаю ладно точно сделаю в первом комментарии в закрепе еще важная информация для тех кто собирается делать такие печи опа кит набор взял и сам сварил сейчас мы про него поговорим но коль мы говорим о коммерции то скажу следующее смотрите эти кит наборы продаются для тех людей которые делают сами себе печи и для небольших заводов которые хотят делать так же и ссылка на те заводы которые будут покупать в опт кит наборы будет размещена на официальном сайте завода теплосталь то есть ну чтобы человек мог подъехать к вам и купить по всей территории России ну это такое вот предложение и дальше мы уже поговорим о кит наборах ну что про кит набор вот печь вот то что тебе придет тебе нужен только сварочный аппарат и тотально тебе нужно будет проложить 15 метров сварки почему здесь две разные кучки одна здесь одна здесь объясню вот это то что ты не сможешь сделать своими руками а это то что сможешь сделать своими руками с помощью ушей поэтому производитель принял решение вот эту небольшую посылочку тебе отправить а ты уже без переплаты на ближайшей металлобазе там блеруахи купишь вот такие вот известного тебе сечения металлические конструкции и если нужно что-то сварить там да приварить то все чертежи они находятся на сайте сайт как я говорил в первом комментарии закрыт все находится еще раз повторю все чертежи по сборке есть как в идее посмотрим из чего состоит китнапор это отбойник пламени ты его сам без листогиба не сможешь сделать поэтому вот он идет в комплекте дальше кусок трубы патрубок вот он не знаю есть у тебя в городе такая труба нету но в общем она идет уже в комплекте для того чтобы можно было поставить стандартный дымоход 115 диаметра дальше существует два китнабора мы смотрим один набор вот просто для хозяюшки для хозяюшки камин будет соответственно дверка чугунная прищепочки и рельсонаправляющей для плитки здесь же вот просто обычная дверца которую все можно покрасить потом краска потребуется один баллончик тоже в Леруа продается или на маркетплейсах специальная краска только не перепутай ее с краской блин для батарей это не краска для батарей это специально термостойкая эмаль на ней должно быть написано 1100 1500 градусов Элкон делает Церта да многие делают распространенный товар дальше вот такие вот бабушки это естественно они же так дальше подставочки под ножки варочная заглушка может из чугуна быть может из стали два листа ну это вообще снимаю практически первые модели постоянно что-то улучшается в компании поэтому пока снимаю то что есть заглушки вот все здесь есть зольный ящик все что нужно для того чтобы его сварить приварить дальше ну понятно да откуда что тоже все гнутое без сварки если на первой модели на сейчас смотрим первую модель здесь ты видишь сварку то уже на более поздних моделях которые пойдут в продажу там уже сварки не будет в этой части вот кстати по-моему это вот эта вот часть которая вверх можно как показать что это сверху вот что это такое и вот ты видишь два листа тройки которые дают толщину на самую теплонагруженную деталь печи еще раз видишь здесь есть сварка здесь нет сварки ну и дно печи которая реализована вот таким вот способом троечка и еще для того чтобы увеличить толщину дна вот анкет набор теперь товарищи переходим к натурным испытаниям кирпичи здесь лежат не просто так а чтобы показать что они нафиг не нужны объясню почему потому что печь конвекционная раз у нее принцип действия нагрева помещения не от кирпичей а от того что воздух постоянно циркулирует а холодный превращается в горячий на форум хаосе в свое время можете посмотреть поискать производители металлических печей и производители кирпичных печей устроили дебаты а нужно ли печь буржуйку обкладывать кирпичом люди которые делают кирпичные печи с цифрами доказали что 20 там 30 кирпичей на обкладку печи погода тебе не сделают они не увеличивают теплоотдачу для того чтобы теплоотдачу увеличивать нужно порядка 300-400 килограмм кирпичей поэтому нам кирпичи не нужны единственная их задача кирпичей когда ты обкладываешь печку чтобы ребенок не обжегся к примеру если он прислонится или для того чтобы снять конвекционно тепло блин я не помню как это излучение во но вместо кирпичей существует печка с плиткой красиво и намного лучше выглядит чем кирпичи маловажный немаловажный аспект как печку прочищать где тут у нее прочистное отверстие чтобы если дымоход да вот же оно взял да прочистил трубы натекло поэтому всегда ставьте трубы сэндвичем а не монотрубы это испытательный полигон поэтому здесь это допустимо а тебе в жилище обязательно надо ставить сэндвич братан ты сам все видишь натекло кралти вот руфы их вес 10 кило купили в леруа значит они сырые значит их вес 11 килограмм и сейчас посмотрим сколько таких кирпичиков влезет в печь поехали закладывать смотрите один пакетик все второй пакетик все вот и того 20 килограмм сухих руфов влезает если набить плотничком ну соответственно вынимать ничего отсюда не будем и будем поджигать и обязательно замерять время и пригласим нашего друга Виктора нашего крифана и товарища чтобы он снял температуру время 2 часа 15 минут конечно же есть газовая горелка но эта вещь дорогая поэтому будем разжигать бюджетным способом с помощью картонок и тех дровишек которые еще остались с первой протопки протопку печи всегда делайте первый раз на улице чтобы краска полимеризовалась и у вас в помещении не воняло рекомендую поставить заслонку чтобы можно было регулировать длительность горения здесь заслонки нету ну и обязательно выдвигайте зольный ящик и вот так как я не набивайте потому что должно быть движение воздуха снизу вверх все время засекли понесло прошло 5 минут все разгорелось и как вы видите через щель дым не пробивается наоборот туда затягивается воздух дальше открываем чуть-чуть сначала да потом на полную и смотрим идет ли дым нет нормально тяга хорошая стекло обязательно закоптится мои прогнозы закоптится но оно здесь нужно для того чтобы смотреть прогорели дрова или не прогорели вот сейчас вы видите дымление вот оно по площади идет и эту печку протопили один раз или два и вот чтобы у тебя в доме не было вот этого дымления тебе нужно печку протапливать обязательно на улице как я уже говорил это краска полимеризуется запах не очень поэтому повторю на улице первые 2-3 полные растопки возьмем зажигалку и проверим мою теорию видел язык прямо туда фигачит если ты мне сейчас скажешь в комментариях будешь писать братан а вдруг оттуда наружу пойдет что-нибудь вот ни одной печи практически полностью герметичной нету у кого-то где-то какие-то щели там тут может быть щель вот она есть это нормально ненормально когда вот ты растопил и у тебя дым вот отсюда идет это говорит о том что где-то у тебя засорился дымоход во всех дымлениях в проблемах с дымом всегда виноват либо неправильно собранный дымоход с кучей колен да либо дымоход который настолько засадился сажей что сузился в диаметре поэтому ставь всегда сэндвич сэндвич это термос он спасает от образования конденсата сажи и сужения дымохода это не для пожарной безопасности берут а для того чтобы печь горела отлично еще раз если вот не веришь о люблю комментаторов которые пишут всегда я не верю это все куплено там траляляляляляляля вот сам все видишь как затягивает еще раз бог троицу любит все сам увидел а дальше берем нашего друга Виктора потому что время прошло 10 минут с момента растопки вот он Виктор это прибор который показывает температуры включаем итак что ты видишь ты видишь то что тепловое ядро находится прямо таки у варочной поверхности видишь температуру на дымоходе 220 градусов что допустимо ну и видишь вот распределение жара по печи это через 10 минут обязательно сделаем еще замеры попозже прошло 15 минут по-моему фокус с ниткой видите потоки воздуха горячего ее сносят то есть конвекция работает уже очень быстро от начала растопки пока стекло не закоптилось так я тут по-моему разобрался почему стекло не закапчивать видите в какую сторону идет поток пламени от дверцы там где щель сосет в сторону таким образом когда дерево прямо к стеклу даже практически примыкает происходит как бы самораскапчивание но мне интересно что будет в итоге закоптится оно или нет а сейчас сейчас опять включаем нашего друга Виктора потому что прошло еще 5 минут уже Виктор то честный он все без рекламы вам расскажет итак видим что печь накалилась практически вся и опять же смещение горячей зоны там где варочная поверхность я думаю это обусловлено тем что подача воздуха как вы видели в начале ролика сделана следующим образом колосник то есть основные потоки воздуха идут вот до этой части вот здесь вот да а там уже поток воздухов нету там только дожигатели работают ну и температура на трубе 220 градусов температура на варочной поверхности 200 так 224 тоже проверим что Виктор нам не врет вот температура ладони 36-35 градусов все по чесноку все видите сами кстати в полумрачном помещении я обнаружил еще одну вещь это то что щели есть и с этой стороны и тоже затягивают пламя зажигалки а сверху и снизу не затягивают нету щелей именно поэтому стекло чистое ну чуть не забыл видал как сосет даже когда закрытый именно поэтому я ни разу не назвал печь печью тления или печью длительного горения это просто хорошая буржуйка которая очень быстро отапливает помещение прошел час десять пожалуйста ничего не закоптилось ну и друг Виктор покажет нам правду и ничего кроме правды сейчас вся конструкция из себя представляет костер равномерно прогрелась и равномерно отдает тепло естественно снизу похолоднее потому что туда засасывается холодный воздух и то что мне нравится это то что все ядро огня там где варочная поверхность вы ее даже не видите насколько сильно она раскалилась температура дымохода 220 градусов температура печи 254 температура на ножках 60 57 градусов но все равно всегда используйте притопочный лист и ставьте печку на какое-то основание негорючее прошло практически два часа без 15 минут ну и смотрим все горит и сразу же вот то что интересный научный факт блинчик в принципе тут не нужен ну мне так кажется потому что вся вот эта поверхность является варочной и можно ли на ней готовить сейчас мы узнаем потому что у нас есть вот такой вот чайник производственной стрёмной скажу хорошего чайника не нашли там еще что-нибудь такое вот мы его ставим сюда и снимаем блинчик наверное плоскогубцем или еще чем-нибудь и попытаемся покулинарничать ваш выход маэстро не сначала надо поставить сковородку явно да со знаменитыми сосисками самыми недорогими и раскокать пару яиц обязательно засечем время и посмотрим как что будет приготовляться рука профессионала дундук кулинар сталик ханкишиев еще одно и накроем крышкой чтобы можно было видеть что как прошло две минуты пока я говорю да ну мне так кажется давайте посмотрим еще раз что происходит стекло все хорошо прошло четыре минуты оу посмотрим готово ой удобно тем то что можно даже положить все приборы сюда проверим что у нас с яйцами еще сосисками сосиски самые дешевые купили даже подгорело и даже запахло горю все опыт удался три минуты и сами все видите теперь опыт насчет чайника когда он закипит вы величайший кулинар вам об этом говорили нет я вам первый говорю 4 часа 25 минут все горит тут гудит хочу просто показать что тут не кипяток налит а только пошло закипание все по чесноку ребятки когда отсюда зафигачит тогда я и сниму половина пятого кипит но не через носик хотя и через носик тоже в общем готово работает хозяюшка ты реально хозяюшка и ишенки нам дала и кипяточку что еще тебе надо только дождаться когда печка превратит руша в пепел и мы дождемся этого сегодня я надеюсь 6 часов 45 минут горение продолжается и в это время снимают видеоролик о том как сделать своими руками и скид набора кейдж скоро увидите я немножко за продюсера сегодня вот это вот дело будет отдельным роликом снято ну и все по красоте 8 часов 15 минут печь 6-ти часовая конечно же была огромная закладка руфов кто-то сказал почему дрова они подзакинули ответ очень простой потому что руфы это стандарт каждый понимает там теплоемкость может посмотреть там или тепло аккумулятор короче теплоотдачу от них а дрова могут докопаться березовые дрова у нас там сосновые у меня сколько на сосновых короче эталон это руфы вот вы все видели и теперь опять включаем нашего помощника самого честного на этой планете Виктора так что показывает Виктор а Виктор показывает все то же самое 220 градусов ну естественно яркого горения уже нету уже видно видно вот этот вот блинчик варочной поверхности который повторю ну по моему мнению вообще нафиг не нужен потому что температура площадь большая позволяет готовить прямо вот на плите при ярком горении температура на дымоходе понизилась до 170 градусов в общем смотрим где располагается тепловое ядро располагается оно теперь расположено по центру и вот я показываю пальцем и рядом с местом где готовят пищу но раз я сказал готовить пищу и еще в середине ролика сказал а чуть-чуть попозже я расскажу зачем здесь посередине приварена некая планочка то продолжаем готовить пищу на хозяюшке 8 17 и я рассказываю зачем нужны направляющие на задней стенке вон те ой да вы уже сами понимаете потому что я это делаю шампуром и так можно поставить шампур и готовить пищу или много шампуров сейчас здесь очень много углей здесь еще наверное на час-полтора тление или горение ну реально в два слоя лежат угли я боюсь если мы будем что-то сейчас делать то спалим но я как бы повар фиговый поэтому доверим профессионалу Данилу готовить а я буду снимать посмотрим не пережет ли он курицу варик номер один это смотрите засунули шампура и они под своим весом мы под направляющие их засунули нормально держатся ну потому что здесь ручка тяжелая берем сковородку да к примеру и прямо ставим на шампура но это не спортивно потому что у нас есть варочная поверхность можно было бы поставить сюда глиняный горшочек там с кашей с тушенкой потому что проем это позволяет сделать но это тоже мы не будем делать мы просто возьмем попробуем сделать шашлык сейчас мы смещаем угли к одной стороне для того чтобы пожарить на троих куриные лапти собственно как видите все встало кончики шампуров на направляющие и здесь все тоже стоит шампуры тяжелые но ничего не падает время половина через минуту перевернем ну такой знаете моделируем ситуацию когда приехали на дачу быстро растопили дачу но надо закусить тоже по-бырому вот пожалуйста заметьте половина девятого а углей просто глобальное количество шеф-повар занимается магией о корочка ништяк дундук кулинар был бы рад сталик ханкишиев тоже бы сказал бы тебе ты умеешь ты могешь человеческое тебе спасибо к примеру у вас гаражная вечеринка а доширак жрать задолбалась пожалуйста ядрить вкуснейшая курочка гриль конечно не фудблогер сегодня но посмотрите как шипит как вот эти вот пузырьки образуются шеф не пора ли вынимать шипит пока еще нет перекрутить корочка вынь покажет кто не поверит скажет это все фотомонтаж фотошоп суй я люблю с корочкой все перекрутим покажем конечно же ребятушки я не буду тут чапкать при вас потом потому что видеоролик пора оканчивать важной информацией ну что подводим итоги во первых коллега поздравляю печь вышла офигительная кто скажет что не офигительно тот не прав потому что смотрите времечко без 15.9 и я уверен что вот этого хватит еще на час как минимум то есть 7 часов две упаковки руфов на дровах не знаю не тестировали дальше обратим внимание на стекло абсолютно чисто нигде не закоптилось следующий момент печка реально фигачит шпарит огнем теплом точнее и я считаю что вполне офигительная печь для тех людей которые хотят сэкономить денег для тех людей у которых есть гараж или производство для тех людей которые любят вкусно приготовить пищу ну и как бы печь для тех людей у которых как бы вот с деньгами напряженочка еще раз все ссылки снизу все в первом комментарии как сделать из кит набора такую печку своими руками если у вас есть как электроды электроды я-то не сварщик да все есть снизу цену естественно я не называю потому что все мы живем в такой ситуации когда сегодня цена одна через два месяца другая актуальную цену смотрите на сайте и еще раз предупреждаю что официальную хозяюшку которая вот реально шестерочка вот по уму вся сделанная можно приобрести топма у официального производителя опасайтесь остерегайтесь отделок все актуальные ссылки будут в первом комментарии еще раз поздравляю и давайте обсуждать и фигачьте комментарии если не понравилось и ставьте лайк если понравилось 9 часов 15 минут ай да хозяюшка дает тепло 8 часов к ряду дает тепло